ты вся такая про свободу свободу слова там свободу высказывание где-то вот в принципе вся твоя жизнь и весь твой образ как мне это чувствуется и вдруг ты протягиваешь руку людям которые вот как раз этим и наказаны как-то это вот это связано или нет у тебя сама это сама эта тема ограничение человеческой свободы мне кажется одной из самых жестоких что можно сделать с человеком на одной из самых жестоких и одно из самых неработающих то есть когда уже ты многие годы в этой теме ты понимаешь на самом деле что на самом деле большинство серьезных пенитационных специалистов в мире прекрасно понимать что такое тюрьма тюрьмы быть не должно в нашей жизни откуда вообще взялась как ограничить опасных личностей а это это две совершенно разные разные вещи дольше наверное дольше всех в этом мировоззрении и такой новой философии продвинулись скандинавы соответственно швеция да не норвегия и сейчас голландия и финляндия к ним примыкают по своему отношению к пенитационной системе тюрьма не исправила еще ни одного человека в мире ни одного не исправила то есть тюрьма всегда была для политических противников то есть сначала для племен там яму выкапывали но потом ну вот взять там тауэр там кто там вора что ли сидели нет конечно что это такое прикрытие для государства те кто мешает государству там не общество государства но потом уже присоединился и общество но в чем проблема проблема в том кто такой преступник это я сейчас возлагаю скандинавскую теорию которая мне ужасно нравится она мне кажется слишком прекрасно душно для россии и нуждается в докрутке для россии то есть она не годится даже для германии не годится но там у них это хорошо работает они разделяют сразу маньяки это медицина что каннибал это медицина это вот да это надо специальное лечебное учреждение и пусть работают даже не психотерапевта работает пусть пусть психиатры это да да и это скорее всего там пожизненно скорее всего то есть преступления которые совершаются не в состоянии аффекта их довольно немного это изнасилование изнасилование не может быть состоянии аффекта педофилия убийства которые серийные тем более заказные и ну и конечно все что связано с каннибализм с мучениями и так далее все остальное может быть вот это уже медицина безусловно это все разделяется хорошо а все остальное вот например 20-летний парнишка надел маску и пошел грабить банк и вот он тяжело ранил охранника и украл там пять минут если мы говорим не про медицину а про нарушение нарушение правил вот про это вот три страны а сейчас уже вот его ловит 5 миллионов он неизвестно куда дел охранник ранен тяжело и сначала вступает в силу при минюсте бюро по работе с потерпевшими потерпевшие с самого начала впереди всех это у нас сейчас отпускают всех и потерпевшим всем плевать да убили твою дочь мучая 6 часов не убили да там что там случилось забыли про потерпевших никто ничего не платит а здесь первые потерпевшие и говорить так ну вы видите товарищ потерпевший это банк и это район охранник который его нога стоит миллион евро тоже вы то вы видите ему 20 лет он из бедной семьи что с него взять он даже заставить работать всю жизнь не отдаст не не миллиона не полмиллиона не сто тысяч он не отдаст поэтому государство вот вам выплачивает вот вам 5 миллионов товарищ банк а уж тем более на река вы застрахованы а вот товарищ охранник вот вам еще тоже миллион и уж на река вы тоже застрахованы вопросы есть вопросов нет все до свидания мальчик давай с тобой поговорим что ж такое случилось что же тебя толкнуло на преступление видимо виноваты семья и школа то есть общество и государство видимо была неблагополучная семья отец бил мать никто не позвонил там в опеку в полицию кто-нибудь еще потом пошел в школу никто не увидел синяков на теле у мальчика ну завуч виноват директор виноват учителя виноваты потом мальчику продали первую сигарету потом продали первое пиво потом продали первые наркотики а общество не хотел это видеть и государство плохо сработало не заставила ни опеку ни полицию полицейских шел мимо не увидел как продают ребенку наркотики и вот конечно он докатился до этого пошел ограбил банк кто виноват он но знаете что не перегибайте палку давайте все втроем нести за это ответственность ну мальчика поменьше а мы с общество и государство побольше и государство уже отдали деньги все отдали деньги но это цыгра налоги между прочим общество тоже участвует ты конечно сидишь тюрьме разумеется но во первых при тюрьме аккредитовано 1200 1200 я не шучу организации типа руссидящие норвегия сидящие швеция сидящие но они там разные то есть есть такие как мы там с гуманитарной помощью там всякими мамками там стоматологии с памперсами там все такое а есть у меня местный дедушка который там зарегистрировал клуб у него есть собачка и вот он собачка приходит в тюрьму чтобы заключенные которые любят собачек которые хотят играть с животными с ней поиграли со своей собачкой вот всего собачкой и собачки хорошо дедушки облегчение и вот прыгает этот литерий золотистый с ними играет заключенный просыпается эмпатия кто-то такие как мы там ходят там кино им показывает книжки читают там какую-то профессию там кто не дает есть какие-то уже исследования статистика еще как если этим заниматься последние 30 лет вот вы говорите там брейвик сидит там в двухкомнатной камере с игрушками и так далее да они там все так сидят они там так сидят все в норвегии побогаче вот в германии на самом деле попроще но считается что тюрьма не должна озлоблять вы лишаетесь свободы но вы не лишаетесь возможности справиться и так так заканчается срок до дают ключи от социального жилья за навесочками да там все нормально чистенькое социальное жилье дают работу и чаще всего эта работа очень редко когда на стройке очень редко обычно таких организациях как руссидящий норвегии сидящий то есть твоя задача объяснять почему плохо грабить банки объяснять например лекция для школьников почему плохо грабить банки как я пошел грабить банках я об этом сожалею но если не хочешь можно на стройке работать там или где-нибудь еще но ты все равно состоишь в этой организации норвегия сидящая и там смотрят чтобы они пришли к тебе старые дружки чтобы ты там не начал курить косячки чтобы ты там не связался с плохой компании если ты пять лет отчисляешь от своей зарплаты зарабатывая туда в общий фонд в общий котел и никаких к тебе нет претензий все свободен все висписывается все ну а если ты совершишь гаденыш преступления в этот период то то мы попробуем еще раз 16 процентов рецидив разве в россии 93 16 и 93 ну вообще вот буквально сегодня сейчас каждый день да мы открываем новости и ну просто это страшно видеть что какие ужасы происходят от вновь там вот этих помилованных да страшных преступников которые возвращаются сейчас на российские улицы и творят страшные вещи с детьми женщинами и так далее я также страшно за тех жертв да которые вот сейчас с ними интервью все больше и больше выходят которые боятся что они думали что они там на сколько-то десятков лет освобождены да от возвращения там своих мучителей а сейчас выясняется что все они побывали на сво да и вернуться помилованные с отмы отмывший свой долг перед государством смывший его кровью я просто нашла статистику страшно интересного это в ивановской области буквально на днях опубликовались заметочку в ивановской области вернулось 330 бывших заключенных вот вот всего их 330 из них вернулись назад больше 150 вот вам статистика просто ивановская область первое и опубликовала видимо не очень хорошо подумав то есть в принципе по всей стране по всей стране уже ушло назад в тюрьмы то есть на войну снова на войну зэки это многоразовые использования да они в сизо в сизо их вербуют назад они уходят на свою очередь полгода снова свободно это такая бесконечная достаточно ротация значит сейчас на свободе порядка 50 тысяч заключенных может побольше половину из них выпустил вагнер половину уже просто обороны выпустила из них соответственно половина уже сели по новой половина но в смысле из и судя по ивановской области если 300 там 30 ивановской области 150 уже сели если если ивановская область экстраполировать она все-таки средняя примерно половина села назад но просто она же не просто села она сначала кого-то убила изнасиловала совершила преступление чем-то украла но вот и кстати в принципе вся ситуация с войной мне кажется столкнула нас вот прекрасно душных там столько десятилетий живших но в относительном да там благополучии спокойствие там сытости с тем что вот война снова оказалась возможна почему а потому что если тех самых опасных личностей да оставлять безнаказанными то они будут делать свои плохие дела и вот сама эта идея безнаказанности да она ведь тоже разрушительно вот как это все укладывается у тебя в голове с этой норвежской моделью с реальностью и вот с российской реальностью где просто какая-то другая крайность где выпускают наоборот да из тюрем страшных преступников они идут на войну плюс те мужчины просто которые там не были в тюрьме с войны очевидно будут возвращаться травмированными и там тоже будут социальные проблемы как это все уместить в себе вообще и выдержать все это но на самом деле конечно это была большая травма и мне как-то я ее залезала так и так давно но тщательно все таки вот чем мы работали столько лет мы работали столько лет на самом деле зачем потому что на зэки интересуют нет нас интересует вот вот ты вели на нас интересуешь что ты жила в россии с мужем с детьми спокойно потому что почему значит тюрьме зэками не занимаются жестокие условия пытки они ожесточаются мы считаем и собственно по опыту других стран мы видим что постпенденциальная терапия должна начаться с первого дня вот с первого дня с момента ареста человеку должны готовить к выходу на свободу через 20 лет через 25 лет а уж тем более через пять лет с момента ареста ими должны заниматься психологи учителя давать образование смотреть что с ним не так если у него есть семья то чтобы там трудовой коллектив там как-то о нем помнил там периодически что-нибудь писал там как-то там вася исправляешься мы тебя ждем поскольку поскольку если человек выходя из тюрьмы имеет дом семью борщ работу какое-то социальное окружение ему не надо совершать преступления чтобы добыть себе пропитание потому что большинство преступлений у нас все-таки это от безнадеги вот не должно быть безнадеги поэтому мы мы-то прежде всего работали языками чтобы они были хорошими стали хорошими не для того что они очень сильно нам симпатичны для того чтобы они вышли нормальными людьми до хорошими людьми не совершать преступлений вот собственно такая цель поэтому нас там главе пенсионная реформа что должны быть люди без погон должен быть второй ключ от тюрьмы у местной власти чтобы местная власть тоже следила потому что все преступления местные совершаются вышедшими в основном из тюрьмы тут же на местах и ложится это на любого губернатора будь он пропутинец будь он лично алексей навальный это ляжет на его бюджет и на его это его проблема преступления совершенные в регионе потому что местная полиция местная прокуратура ты все его бюджет чем меньше будет преступлений ну да там в рейтинге конечно область будет лучше но самое главное денег больше остается потому что это все его деньги бюджетная региона они не из москвы идут не из федерального центра поэтому любой нормальный и ненормальный тоже и полностью съехавший на голову губернатора он все равно заинтересован чтобы меньше было преступлений поэтому второй ключ от тюрьмы должен быть у него у него нет второго ключа и он не может повлиять у него в принципе мало у кого есть ключи не может на это повлиять а на самом деле они заинтересованы в этом во всем но это такая прекрасная россия будущего бог с ней да бог с ней вот именно и конечно когда я всегда говорю заключенные когда я говорю заключенных а когда они идут на войну я говорю зэки и когда зэки пошли на войну гуртом да я конечно на них обиделась я на них обиделась на моих платонов каратаевых которых стало значительно меньше но зато но это же вроде как лотерейный билет это шанс для ну если вот так цинично смотреть с позиции понять попытаться понять мотив разве не так разве они не пытаются убивать они идут убивать они идут убивать собственно и при этом они собственно и были ну кто-то может быть не был убийцей может быть грабители заборы да 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 это связано с насилием в любом случае в общем не укрепляет это никак то мы их вы сволочи но нету те кто остался да остались молодцы все такое ну да и потом конечно они вышли полными отморозками то есть них пеницарный синдром пеницарный синдром военный синдром поствоенный синдром ну то есть они все конечно всю голову они на всю голову разумеется и тут простите улья романова с ними не справиться никогда тут нужно нужно такие специалисты да причем так сознательно они все никто не ходят добровольно психотерапевтам да естественная. А уж тем более к психиатрам. Понятное дело, что психотерапия, водка, героин, да, всё это другие. И всё это ляжет на плечи их близких в первую очередь, и прохожих, и соседей прохожих. Да, естественно, всё это. Ну, и видят же это люди обычные, что уж прям очень у тебя прям чешется и шевелится, ну, сбегай, изнасилуй её. Чего тебе за это будет? Ты чего? В лучшем случае на войну уйдёшь. Ну, в худшем случае уйдёшь на войну. В самом худшем. Ну, или чего так? Ну, давай попробуем горбануть банк. Не получится? Сходим на войну, через полгода снова попробуем. Правда же? Ну, да, звучит это просто... Право уничтожено. Уничтожено право. Преступление... А представляете себе? Вот меня страшно веселили разговоры. Где же в Ростове была полиция, когда в Ростов пришёл Вагнер? Полиция разбежалась, негодяи. Я говорю, правильно сделала? Эта полиция уже их хватала. Эта полиция уже их же, вот этих Вагнерс уже снимала с остывающих тел. Они уже их арестовывали, доставляли в тюрьмы, доставляли на суды. И не они их выпустили. А вы хотите, чтобы я сейчас ещё разочек? И ещё разочек! И ещё разочек! Слушайте, была бы я полиция, я бы тоже уехала бы. ПОДПИСМЕНТОР ПОДПИСМЕНТОР ПОДПИСМЕНТОР